Здравствуйте! В эфире программа «Молния» в студии Вера Ионкина. Сегодня в колонном зале Дома Союза впервые проходит совместное заседание Госдумы и Совета Федерации. Темой встречи заявлена борьба с террором. Комментируя предстоящее заседание, лидер ЛДПР Владимир Жириновский ранее отмечал, что парламент выступит как голос народа России и призовет к всеобщей консолидации в борьбе с терроризмом. Фракция ЛДПР в Госдуме вновь поднимает вопрос о восстановлении смертной казни за терроризм в связи с обострением террористической угрозы в мире. Об этом заявил в Госдуме депутат от фракции ЛДПР Александр Шерин. Цитируем. В этом году Россия вступила в Совет Европы, взяв на себя обязательства об отказе от применения смертной казни. Также Александр Шерин высказался и о ситуации в Европе. Партия ЛДПР и Владимир Вольфович Жириновский очень много говорит о том, что нам необходимо объединять наши усилия не только в экономическом развитии, но и в борьбе с терроризмом. На сегодняшний момент, к сожалению, те проблемы, которые существуют в Европе, они искусственно созданы Соединёнными Штатами Америки. Что здесь подразумевается? Ну, во-первых, мы хотели бы самостоятельной позиции со стороны Европы в отношении Российской Федерации, но самостоятельной позиции с оккупированных территорий быть не может. Во всех европейских государствах под видом НАДО находятся военные базы США. Поэтому никакой самостоятельной позиции Европы в отношении Российской Федерации мы пока не сможем наблюдать. Следующий вопрос, которым Соединённые Штаты Америки подстраховались, это в случае, если вдруг Европа, что выгодно будет для России, для Европы, возобновить с нами экономические отношения с Российской Федерацией, то они уже должны быть для нас неинтересны тем, что они будут исчерпаны беженцами. Поэтому Соединённые Штаты Америки сегодня развязывают борьбу так называемых умеренных оппозиций с правящими режимами на Ближнем Востоке для того, чтобы люди, которые бегут от войны, наполоняли Европу. И Европа выплатами социальных пособий могла бы обустошить свои кошельки. Дмитрий Медведев подписал постановление о правилах закупок программного обеспечения для госнужд. Документ предписывает заказчикам впредь закупать исключительно софт российского производства. Будет составлен специальный реестр, куда внесут расширенный российский софт. Заказчики смогут использовать только то программное обеспечение, которое занесено в список. Однако исключение возможное сообщается на сайте правительства. В случае, если необходимое программное обеспечение в России не производится. В сообщении правительства также отмечается, что принятые решения направлены на реализацию отраслевых программ импортозамещения. Альтернативный маршрут в Шарм-эль-Шейх и Хургаду через Минск россияне строят, чтобы обойти запрет правительства на полеты в Египет. Как передает некое издание, туры с пересадкой в Минске стоят гораздо дороже. Однако туристов из России этот факт не останавливает. Российские власти недовольны находкой своих соотечественников, но не имеют пока никаких рычагов для пресечения этой практики. Тему беседы я продолжаю в студии с моим экспертом. Это Барзыкин Юрий Александрович, вице-президент Российского союза туриндустрии. Здравствуйте. Как вы оцениваете эту новость? Ну, безусловно, мы поддерживаем рекомендации по ограничению выезда в Египет. И туроператоры и турагенты практически не направляют на эту дестинацию туристов. Это связано не только с прекращением авиаперевозки, вот с 1 декабря она будет полностью прекращена, но и с тем, что значительно повышены риски, нет уровня безопасности, который должен соответствовать отдыху, рекреации, экскурсиям. Поэтому мы советуем все-таки не пользоваться обходными путями, потому что можно оказаться в ситуации, когда нужна будет помощь, а она оперативно не сможет быть оказана. И в силу того, что нет авиарейса, и нет представителей принимающих компаний, ну и мы просто можем не знать, что там наши туристы находятся. Поэтому, откровенно говоря, такого рода обходные пути начали строиться с момента, когда это направление было объявлено временно закрытым. Вот, и через Турцию пытаются, и через Израиль, но стоит это порядка на 20 тысяч и более дороже. Остановка и пересадка в пути от 6 до 12 часов. А в чем смысл тогда это? Сложно себе представить, зачем подвергать себя такого рода мучениям и лишениям, чтобы попасть, в принципе, на дешевый курорт. Можно напрямую ехать в тот же Израиль, Кипр, Турцию. Да, там немножко холоднее сегодня, но сегодня более 30% все-таки туристов выбирают замену тура. Они ищут обходные пути, поэтому еще раз просто мы можем, как эксперты, как профессионалы рынка, сказать, что мало долететь и прибыть на курорт. Нужно обеспечить себе и возврат с него, и нормальное пребывание там. Поэтому мы надеемся, что когда будут выполнены все меры безопасности, это направление откроется, и эту надежду разделяют более 20% россиян, которые купили туры. Ну и сегодня согласились подождать, депонировали свои суммы для того, чтобы потом ими воспользоваться. Скажите, а вот этот маршрут сами бронируют туристы или кто-то их отправляет? Какие-то, может быть, серые турфирмы? Ну, я думаю, варианты есть. На самом деле действует указ президента, который рекомендует туроператорам и турагентам не направлять с территории Российской Федерации в Египет туристов. Конечно, в юридическом плане кто-то может обойти, забронировать тур в Минск, а из Минска уже другая компания забронирует в Шарем-Аль-Шейх. Даже есть такие варианты, но они более теоретические. Когда из Калининградской области переезжают в Польшу, а Польша выполняет рейсы тоже в Египет и таким образом. Но надо понимать, что они могут оказаться не под защитой и не застрахованы уже нашими отечественными компаниями. И это очень рискованно, тем более в такой ситуации. Но и, как правило, большинство путешествует с детьми. И думаю, что это вообще недопустимо. Ну, наверное, есть какие-то особенности. Может, дайвинг его сложно найти в другой точке планеты по такой же цене. Но я думаю, игра не стоит свеч. Лучше подождать, либо в крайнем случае выбрать Юго-Восточную Азию. Там тоже от 50 тысяч на человека, в принципе, и Таиланд, и Гуа, и Вьетнам могут предложить такой отдых. Да, немножко будет классность отеля ниже. Режим питания неол-инклюзива, возможно, поскромнее. Но условия будут не хуже. Поэтому альтернативы есть. Зачастую они бывают дороже, но найти их возможно. Не стоит подвергать себя и своих, в общем-то, близких опасности. Вот я и хотела спросить, почему чувство страха, самосохранение никак не влияет на выбор? Люди сами упорно ищут приключения, что называется. Ну, на самом деле, видите, мы ограничили полеты в Великобритании, Нидерланды. Но не просто же так. Но, безусловно, опасность существует. И риски, они определяются не только видимой нам информацией, действуют компетентные органы. И, как мы видим, они не безосновательны. И сегодня этой угрозе можно подвергнуться и в центре Европы. Поэтому нужно сто раз отмерить, чем куда-то выезжать. И, безусловно, нужно ответственные решения принимать. Скорее всего, сами это делают. Либо с учетом разбивают тур и пытаются туда вырваться. Но надо же думать о том, как вернуться назад. О каких странах еще стоит забыть пока? Ну, на самом деле, действуют ограничения либо по странам, либо по отдельным территориям на этих странах. И все это можно подробно выяснить на портале МИДа, Ростуризма. Ну, а если это связано с эпидемиологической опасностью, Роспотребнадзора. Потому что риски и опасности разные бывают. Террористические, болезни, климатические и прочее. Не стоит ехать в Нигерию. Хотя есть туристы, которые, конечно, туда едут. Но есть территории, которые ограничены. И рекомендовано их не посещать. Южный Судан. Ну, в Африке это достаточно широкий спектр. Латинская Америка, Юго-Восточная Азия. То есть, отправляясь или собираясь в то или иное путешествие, нужно, во-первых, понимать, куда, насколько, с кем. Потому что, ну, допустим, даже вот в Индию, в Гималайи и прочее, конечно, надо с организованным ехать. Потому что есть территории, где не может быть обеспечена опасность. Упоминали Тунис, да, вот что надо закрыть весь Тунис. На самом деле, многие территории в Тунисе не рекомендованы для посещения. Ну, а, собственно, туристские центры, они, так сказать, разрешены. Поэтому после теракта на 70% туда сокращен поток. Была в СМИ информация по Турции, да. Понятно, что крупнейшие туристские центры Средиземноморья Турции принимают около 3 миллионов россиян. Вот, но есть приграничные районы. Мы прекрасно видим, что там происходит. Есть территории, где они не являются туристскими дестинациями, центрами. И незачем туда ехать, потому что там повышенная опасность, там были теракты. Поэтому нужно эту информацию, конечно, изучать. И отправляясь даже, казалось бы, в благополучные страны. Но вот по Франции, конечно, не рекомендовано, так сказать, выезжать в те районы, пригороды, где сегодня опасно. В определенное, так сказать, время не посещать, не ходить одному. В группе это на сегодня люди не отказываются. Даже от туров посещают, хотя ряд объектов был закрыт, потом открыт. Ну, то есть ситуация нестабильная. И, конечно, нужно все это понимать, изучать, прежде чем куда-то ехать. Ну, вот если мы будем говорить о Турции, там, например, Анталия, Кемера, вы считаете, что там никакой опасности нет для туристов? Ну, это и я считаю. И, наверное, считают лидеры двадцатки, которые там собирались, хотя туристов... Ну, сколько там уравними охраны. Да, туристов там, конечно, может не так охранять. Но я там был в этом году, скажу, что вполне меры соответствуют. Но есть и другие опасности. Можно отравиться, можно заболеть. И для этого, конечно, нужно страховаться. Нужно страховаться, нужно понимать, что выезжая даже внутри нашей страны, конечно, мы дополнительные риски получаем, не действует та система, которой мы можем защиты, которую мы знаем, информированы вот там, где мы живем. Поэтому нужно аккуратно к этому относиться. Все риски не устранишь. Но снизить их значительно можно. Поэтому, конечно, Турция, несмотря на то, что там в приграничных районах происходит, она самая посещаемая страна сегодня. Мы сейчас прервемся на небольшую паузу. Дальше я хотела бы пару вопросов по страховке еще уточнить. Хорошо. Сейчас реклама. Продолжаем беседу. У меня в студии вице-президент Российского союза туриндустрии Юрий Александрович Барзыкин. Итак, мы говорили до рекламы о страховке. О какой страховке речь? Та, которая уже, как вы сказали, добровольно-принудительная? Ну, безусловно, прежде всего речь идет о медицинском страховании. Потому что на территории России действует обязательно медицинское страхование. А выезжая, мы должны получить помощь уже от компаний, которые являются ассистентскими компаниями наших страховых. И эта помощь в странах Шенгена для нас мы должны получить в обязательном порядке страховку. И она действовала не менее 30 тысяч евро. Ее объем покрытия. И значительный случай это покрывало на массовых направлениях Египет, Турция, Вьетнам, Юго-Восточная Азия. Зачастую ограничивались 15 тысяч евро. И мы были свидетелями, когда кого-то надо было вывозить, не хватало. Хочу сказать, что с 1 января следующего года принято изменение в закон. И теперь покрытие минимальное 2 миллиона рублей. На всех направлениях. Да, на всех направлениях. В принципе, это хватает на первую помощь, на те действия, которые дают возможность купировать какое-то состояние. И думаю, что стоит это недорого, около 1 евро в день. И покрывает те риски, которые возникают. А то, что они возникают, для примера, конечно, есть трагические случаи. Вот в Египте позапрошлом году погибло 6 человек. А всего амбулаторно обратились, простудились, отравились, недомогание. Около 40 тысяч обращаются, допустим, по таким массовым направлениям. Более 70 тысяч по направлению в Турции. В Европе 138 тысяч. То есть, на самом деле, это массовое явление. И наши туристы, конечно, не всегда понимают, что за рубежом эта помощь в других формах зачастую оказывается. Лекарство просто так можно не получить. Ну, то есть, страховка это обязательно. Кроме того, есть ли это Тур экстремальные, дайвинг, так сказать, либо... Горнолыжное что-то. Да. Конечно, нужно дополнительно страховывать. Дополнительно это в какой-то другой страховой компании? Нет, можно в этой же, как правило, крупные страховые компании имеют широкий спектр предложений. То есть, это расширенные пакеты какие-то в рамках этой поездки? И оно старится и возвращается. Страховка от невыезда. В наше, так скажем, неспокойное время, когда могут не выдать визу, может закрыться направление. Конечно, многие компании сегодня настоятельно предлагают. А вот от невыезда о каких суммах речь идет? Можно заложить туда стоимость всей поездки, чтобы не обидно было? Да, можно заложить стоимость всей, но тогда будет дороже. Но это себя оправдывает, потому что в пропорции она стоит от 1 до 3%. В общем, не тот вопрос, где надо экономить. Конечно. Но если, конечно, то направление, которое с повышенными рисками. Мы об этом говорили. Поэтому, конечно, никуда не выезжать невозможно. Вот есть такие горячие волы, говорят, ограничить вообще выезд. Этого не будет происходить. Люди будут искать объездные, обходные, какие угодно пути. Нужно обеспечить безопасность на этих направлениях. Если она существует, обеспечит страхование. И добросовестное исполнение обязательств операторам. Поэтому и страхование ответственности оператора перед потребителем, оно тоже существует. Да, вот на направлении Египта операторы понесли огромные потери. Полтора миллиарда рублей сегодня находятся у авиаперевозчиков. В программах полетных миллиард 300 миллионов рублей находятся у партнеров в Египте. Но вот наши встречи и консультации в правительстве, что впервые так происходит, дали возможность, не то что надеяться, а быть уверенным, что они конвертируются на других направлениях. В том числе на внутренних. Вот некоторые так смеются, говорят, ну разве можно Египет заменить Сочи? Ну, конечно, может зимой сложно, если иметь в виду купальный, да, или пляжный отдых. Но есть горнолыжный, и зима проходит, наступает лето. И сегодня зачастую есть предложения на внутреннем рынке, которые не хуже, а по многим показателям, включая лечебно-оздоровительные факторы, спортивные, экологические, даже лучше. Ну вот лечебные санатории, это какие направления? Ну, это 37% россиян выбирают Черноморское побережье. И потому что пляжный отдых, безусловно, но нужно добавлять, конечно, к рекреационному, оздоровительные, лечебные процедуры. Мы имеем уникальные методики здесь, слава богу, мы их не растеряли. С советских времен? И с советских, и сейчас они развиваются, конечно. Но отличие в том, что сегодня потребитель платит свои деньги. В большинстве случаев, и он уже не хочет такой, в кавычках, сервис. Конечно, поэтому нужно повышать качество, проходить классификацию отелей. На сегодня законопроект в Госдуме, который находится, это предусматривает. А тестовать экскурсоводов, чтобы они не понемногу обо всем, а все-таки конкретно по той теме и в полном объеме. Поэтому нужно, конечно, обеспечивать качество. Инфраструктура на многих территориях присутствует. Мы приросли Крымом, и вопреки пессимистическим прогнозам, более 4 миллионов россиян, прежде всего, в Крым поехали. То есть уже съездили? Да, нужно, чтобы они возвращались. Да, правительство налаживает логистику, есть субсидированные авиаперевозки. Но не нужно завышенных требований предъявлять, развивать инфраструктуру, гостеприимство и не считать, что цены только решают все. Поэтому многое, что предстоит сделать. И вот эти уроки на выездных направлениях горькие зачастую, потому что высокие риски, и для бизнеса это сложно. Но вот те операторы, которые имеют сегодня программы полетные в Египет, к счастью, с прошлого года, они имеют большинство программ полетных и в России. И они смогли переориентироваться и минимизировать эти затраты, не в полном объеме, но в большей части. И потребитель сегодня может выбирать, да, на выездном направлении, Средиземноморье, Юго-Восточная Азия, а может действительно и Россия. И думаю, что это хорошее направление. А вот сервис на наших курортах, вы как оцениваете? Уже есть чем гордиться? Тянется к уровню? На самом деле становится лучше. То есть вы видите как профессионал? Конечно, позитивное есть. И тому способствовало немало. Вот, ну, прошла Олимпиада. В Сочи все видят спортивные сооружения. А мы видим еще, что все отели классифицированы. То есть уровень сервиса там должен соответствовать конкретным требованиям. Пришли сетевые отели, которые, безусловно, и Мариотт, и другие, они обеспечивают свой уровень сервиса, и он в любой точке мира гарантирован. Это как знакачество, своеобразно только сетевое. Вот, и это, конечно, распространяет сегодня и Анапа, и Геленджик, и уверенный Крым, и Нижний Новгород, и Москва. Я помню, несколько лет назад мне говорили, ну, какой туризм в Москве? Это административный транспортный политический центр. Но сегодня больше всего гостей из Китая прибывает в Москву. Вот, хотел сказать, китайцы любят Москву. Да, они сегодня вышли на первое место по прибытиям у нас, обогнав Германию. Вот, и отсюда уже они посещают и Санкт-Петербург, и юг России. Ну, Санкт-Петербург, это практически наши и морские ворота, да, и уровень, и качество соответствующее, и приемы гостей. Поэтому территории становится больше для приема. Важно, чтобы, ну, цена, качество, вот этот баланс, он соответствовал. Ну, чтобы не дешево и сердито, а чтобы доступно и качественно было. Ну, я уверен, что этот процесс идет, потому что почувствовали регионы. Сверху из Москвы легко, ну, диктовать там условия и правила, но если нет выгоды для региона, он их не выполняет. Сегодня все губернаторы это почуяли, и вот на выставках, я вижу, как Алтайский край, сам губернатор стоит и предлагает потенциал. Есть же чем удивить. Да, есть чем гордиться, и это очень хорошо воспринимается. Поэтому, ну, скажу откровенно, возможности продвижения региона зависят и от местного сообщества, потому что оно получает работу, оно получает средства, бюджет, ну и, конечно, от тех, кто управляет регионом. Если они понимают, что туризм это и экономическая категория, это и социальная, потому что, ну, сократили врачей, учителей. А тут рабочие места. Они приходят в эту сферу. Молодежь, 20% молодежи у нас начинает свою трудовую деятельность с туризма. Да, они все там остаются, но возможность входа на этот рынок есть. Но это и политическая категория, потому что, ну, становится территория опрятной, привлекательной, двойного назначения. Пользуются и жители этой инфраструктурой, парками, пользуются и гости. Вот, поэтому думаю, что туристская сфера именно поэтому развивается в странах и третьего мира, и передовых странах. Потому что она универсальный механизм для развития. Хотела у вас еще про заграницу, что называется, спросить. Вот Владимир Жириновский на прошлой неделе сказал, что не стоит ездить в Арабские Эмираты, а ведь Абудаби, Дубай так любимы русскими туристами, особенно накануне Нового года. Как вы оцениваете опасность, вероятную опасность пребывания там? Вот Жириновский сказал, что там тихо до поры до времени. Там тоже дремлют и террористы, и всякие ячейки. Я думаю, стоит прислушиваться к такого рода советам, потому что, ну мало кто знает, что есть рекомендации МИДа по посещению около ста стран мира, но определенной категории граждан. Вот, те, кто являются носителями государственных секретов, те, у кого могут возникнуть проблемы с правосудием, прежде всего США, а она имеет договора о выдаче в этих странах, и могут возникнуть крайне нежелательные. То есть риски иного характера. Поэтому каждый, ну вот то, что касается направления арабских миров, ну, во-первых, это очень недешево. Ну, можно там найти все-таки варианты, лишь бы увидеть, что называется. Каждый должен оценить возможность и выбрать тот вариант, который наиболее приемлемый. Я, например, еду в Сочи, вот, и ничем не жалею там, потому что есть бассейн, есть спа, есть инфраструктура, и с удовольствием бы и в Крым. И в Крым бы поехал с удовольствием, был в этом году. Поэтому я очень рекомендую, не сквозного патриотизма, а потому что, вот, действительно, увидел в последнее время, ну, нет неинтересных мест. Вот, нужно их, может, открыть сначала для себя, ну, а если есть возможность, поехать и за границу. Хотя спектр очень широкий. Сегодня дефицит потребительского спроса есть. Но сегодня... Он с чем связан? Более 40% россиян вообще никуда не могут поехать. Из-за кризиса или мы испугались? Нет, нет средств и без социального туризма, то есть без поддержки. Сегодня поддерживают и молодежь, и пенсионера, ну, такие первые шаги делают. Но без системной поддержки развития именно социального туризма потенциал ни Крыма, ни Черноморского побережья не может быть использован. И зарубежные аналоги нам показывают и рабочие кассы, и возможность субсидирования, финансирования, и отпускные чеки в той же Франции. То есть механизмы есть, и думаю, пришло время нам не просто открыть Россию для себя хотя бы тогда, и к нам и гости поедут. А они, кстати, поехали, и больше их стало, несмотря на негативный информационный фонд. Потому что если мы покажем, что мы любим свою страну, ну, тогда и гости увидят. Конечно. Вот. Поэтому думаю, что вот туризм как раз та категория, которая дает возможность и открывать мир, но и увидеть, и ценить свою родину. Получается, у нас сейчас такая экономическая и террористическая ситуация, что действительно стоит обратить свой взор на нашу страну и открыть ее вновь. Потому что кто-то в Сочи побывал в советское время, и больше не на море, а это уже небо и земля, да? Да, и это признают те, кто к нам приезжают, и в том числе вот мне говорили китайские товарищи, говорят, какие вы счастливые. У вас есть Сочи. Доброго. До свидания. Продолжение следует...